Новая форма самоуправления может появиться в Новосибирске. С этого года федеральное законодательство дает право горожанам разрабатывать инициативные проекты. После их можно вносить на рассмотрение и добиваться финансирования на муниципальном уровне. С инициативой о внесении инициативного проекта могут выступать следующие инициаторы проекта. Это инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории города Новосибирска. Это орган территориального общественного самоуправления, юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории Новосибирска, либо индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на территории города. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета города не должен превышать 1 миллион рублей. Изменения в федеральном законе позволят горожанам не просто участвовать в определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств, но и разрабатывать проекты, которые помогут решить наиболее острые городские проблемы. От благоустройства парков, строительства детских площадок до установки пандусов у подъездов. Инициативный проект обязательно должен пройти народное голосование, прежде чем его представят на рассмотрение в городскую администрацию. В течение 30 дней специалисты должны дать ответ, получат ли финансирование проекта или нет. Особенность в том, что такие инициативы реализуются не только за счет поддержки из бюджета, но и посредством добровольных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Массу возможностей, в частности для нас, как для депутатов, потому что финансируются будут те проекты к бюджетам, куда будут привлечены в небюджетные средства. Это в том числе мотивирует нас, как представителей определенных территорий, вовлекать бизнес, общественность, различные структуры, чтобы улучшать среду. Субтитры создавал DimaTorzok